Запиши, что я буду говорить отдельно для меня. Ничего не надо делать. Попрошу задержаться. Очень интересная тема такая. Она совершалась несколько лет и завершилась позавчера. Называется «Голубиная эпопея». Я так назвал её. Ну, люблю голубей. И когда я на лето уезжаю, братьям наказывают. Какие порядки, отпечатал, всё как есть. И вот случилось так, что залази и харьки, там всё, ну, зайти не могли. У меня там всё было общато, но он попался и на этом конец. А тут приезжаю, перо полно прямо после лета. А перья выпадают от них, когда жарко. Но из крыльев не выпадают. А тут именно крылья, большие такие перья-то. Я посмотрел, нигде никакие голубини. Потом нашёл в разных местах здесь останки. Кто-то ими закусывал. Ну, раз закусывал, на улице, значит, тот, кто его взял, здесь. Иначе бы как перья оказались. Вот поспрашивал, ничего нет. И осталось у меня здесь и голубей. Один улетает из них. У трёх только есть маленькие пятнышки. А остальные абсолютно белые. О которых летают голуби где-то в городе, я внимательно смотрю, и для них всегда у меня семечки. Они слетают, ни одного ни разу не встречал с пятнышками. Вот запоминайте, что я говорю сейчас. И вот один потерялся голубь года три назад, наверное. Потерялся, тоже бесследно. Но потерялся уже при мне. Ничего ответить не могу. А нынче, вот голуби, они очень плодливые. Более плодливых, наверное, птиц трудно найти. Четыре выводка за год может сделать. Как только зимой потепляло, чуть-чуть, уже всё, они целуются, и она двоится с ним. А дальше морозы, тепло, погибло. Они не смотрят на это. А рядом второй гнездон, опять зачинают. Как у многих сейчас. Главное, чтобы муж был. А уж вырастет, не вырастет дети, или они на свалку пойдут. Что-то подобное, как у людей есть. И здесь такая история. 12 числа, 12 вот этого месяца, у меня сразу исчезли три голубя. Причины разные. Рядом дерево, прям вот здесь за линией, и на них коршуниное гнездо. И коршун, ну он не поворотливый, но он всё равно догоняет голубя. Значит, он виноват. А кроме того, я замок вешал в эти дни. Думаю, я дома. Ну, ещё дома-то, ночью-то ничего не слышишь. И ключ в замке, а иначе ключ-то петать приходится. Подумал, что ходят ребятишки компаниями. Ну, ещё они, ещё не стоит. Проиграл кого-то там, пошёл, вытащил. И вот однажды, я каждый день хожу на мост. Любовь Николаевна, она вот стоит здесь. Фатеева, кажется, фамилия её. Где ещё, я не знаю, там. Архипова вроде. Да, Архипова. Да, так. А? А. Вот. Ну, и мы там помолимся, идём по этой, до Гоголя, до первой улицы, вот эта, Компомольская. Мы по ней спускаемся туда, и до моста повернём ещё, на Горького, и дальше на маленький мост, и там уже, и, наконец, большой мост. А когда оттуда идём, мы сокращаем немного, заходим мимо этажей, многоэтажных домов и идём. А я иду, и она не догоняет меня, я породой вперёд, остановлюсь, она догонит меня. Опять идём. Я голубь-то поднял, и гляжу, на крыше сидят два голубя белых. Я ей говорю, Львов Николаевна, да это же мои голуби-то. До этого я сходил, 352 метра заметил. Потому что охота была. Но у меня шаг 78 сантиметров, я по череду, левой ногой такой считаю, сколько, умножил на два полностью, умножая на 78, 352 метра. Что ж это делается-то? Ну, нынче, самое главное, потепление было, ни один голубь на гнездо не садится. Наступило уже практически лето, ни одного яйца не снесли. Такого не бывает. Не бывает. Причина какая? Я стал смотреть тогда, вспомнил то перо, оказывается, тот, кто оставался, вот у меня, как здесь нарисовано, здесь литок вверху, вот он, а внизу, в дверь, в которую заходить туда, тут, ну, стенка отдельная, голубятня, она не на всю, а отдельно здесь, она, смотри, железом обшита, потому что крысы когда-то погрязали, а теперь, никак нельзя, и вот тут у меня две, которые, а на них тут поронит, тоже не залезешь вверху, а сверху сетка железная, и штырь, который в гнездо заходить, чтобы садились на него, не деревянный, а железный. Если оттуда залезет кошка, она на крышу, и прыгнет, чтобы попасть ей надо на это, она только упадет на пол, ей никогда не залезть. Я стал припоминать. Если вот эту дверку зайти, когда кормят, кто, не закрывать, она открытая, кошка на нее, половина пути пройдена, дальше она прыгает уже там, где литок разгадалась. Вы не закрывали, я с вами разговаривал. Я плохо трес вас. Если бы я, не за собой заходишь, веревочку натяни, и она, чтобы дверь чуть-чуть приоткрыта была. Это кошка, она тоже хитрит. Они заходят, пока голубям зерно насыпают, все, а он прыгнул на эту дверь, то открыто, на дверку, в которую человек заходит. Вот она дверка. А в это время-то туда кот, а их не один, а два. А расплодилось теперь пять. Голубь очень пугливая птица. Но если она села парить, убей не войдет. Она не клюется, ничего. Но как только она яйцо хоть одно снесла, я под нее руку беру, она щипет, бьет крылом. Она не дает никак. Я теперь только разгадал, в чем дело. Когда она залазили туда, голуби вылетели, а самочки сидят. Она их готовеньких, тепленьких берет. И теперь те, которые остались, мужской род, только ни одной женщины-то нету. Ни одной невесты-то нету. Вот эти перышки, которые были, которые нашел, это все самки, которые с гнезда не выходили, а он ушел, не зная, что он. Здесь пес этот сидит, он закрыл и ушел. Они на неделю здесь были. Они за неделю меня опустошили. Тогда теперь я понял, почему голуби яйца нету. А теперь, когда я их подкармливаю, к ним прилетают дикие голуби. Я гляжу в окно, ну прям, а он голубь, когда ухаживает, он хвост распустит по земле. Ну, голубь. По-английски пиджан. Пиджан это пижон. Когда человек так распупырится, ну пижон. Вот пижон это голубь. По-английски. И вот гляжу мои, которые здесь голуби, поднимаются. Я теперь понял, что они сделали. Они себе невест, пускай она будет африканка, хоть она, она женщина. И они с ними, они их увлекли. Обольстили моих мужского племени. Вот теперь загадка вся раскрылась. Все, мне никогда их не вернуть. Но я знаю, Бог все знает. И если волос с головы не падет. Я пришел и помолился. Голубь, если ушел с самками, никогда не вернется. Я даже видел, как они прилетали, самочки, и сразу обе улетели. Я помолился. Прихожу, все сидят дома. Такого я в жизни никогда не слыхал. Такой мелочи, Господи. Я даже вслух это не сказал. Я только сказал, Господи, они такие для меня милые, дорогие. Их нету. Но вернулись одни. Те сказали, а зачем вы нужны нам такие? Потому что тех, когда уйли туда, они с ними долетели. А оттуда они питаются на элеватор. А вон не полетели, мы еще не будут летать. Они насыты, у них зубы набиты. Зачем? А там столовая. Не надо столовую. А когда стали, а там свои мужики стали их, видимо, бить. Но Господь так сделал, что они вернулись одновременно все. И тот, который три года назад потерялся, тоже его... Я даже не знаю, где он был. Вот это у меня голубинная эпопея, это лестница, по которой я лезла. Скажет, 83 года человек какой глупостью занимается? А я скажу, не глупостью. Дивны дела Господние. Вот стоит архиерей, да почти везде. У него свой жезл. И на нем два змея. Видели? Серпентарий в руках. Люди-то этого не знают, будьте мудры, как змеи. Я спрашиваю даже архиерей, мудрость змеи в чем? Ну, в медицине. Так в медицине, да. Почему? Она голову спасает. Сия. А если там хвост даже отрубишь, ей нужны ничего нету. Она может вырастить, как у ящерицы. Так же бывает. Но если одновременно хвост и ногу, то у нее бывает вместо ноги хвост вырастает. А вместо фоста нога. Ну, природа тоже бывает. И все делает, как надо. Так вот, здесь, почему было бы не сделать, а дальше написано, и будьте кронки, как голуби. Почему она не сделает два голубя-то? Вместо змеи. А люди-то не знают, змея, смотри, какой змеиный клубок в серпе-то. Я слышал неоднократно эти слова. Вот даже об этом деле. Голубь – это единственная птица, пение которой не надоедает. Курица вот квахшит, уже через пять минут надоело. Гуси. А он воркует, вот понимаете, какая радость, он воркует, голубь воркует. Голубица моя, сколько говорит песня-песня, его ни с курицей сравнивают, ни с гусихой. И голубь – это единственная птица, которая, куда бы ее ни увез, она стремится не весной куда-то, как крачка, а к тому месту, где она вывелась. Рекорд поставила одна голубка, ее продали, я сейчас не знаю, сколько там, 50 тысяч долларов, кажется, отдали за нее. Доллары? Тысячами! И увезли в Японию. И она из Японии в Москву прилетела, а везли в коробочке, в вагоне, она еще не знает, куда везли, но когда только она там вырвалась на свободу, перед ней карта раскрытая, я так понимаю, и она летела, и на крылышках надпись, она дорогой на корабль садилась, ее не скушали, и сделали надпись, корабль такой-то, и она вернулась, а здесь вот, большая надпись, Барнаул, приезжает голубятники, у них как вот газель примерно такая, но открывается не сзади, а одна стенка поднимается, и у каждого голубя, у каждого кольцо, с Косноярска прилетели тут, с Казахстана были, и когда они все вместе собираются там на мосту, машины стоят, надо видеть, кормушки, там вода, и одновременно все открывают вот так вот дверки, они оттуда, голубей по 50 больше, вылетают, как кто выстрел, все они вместе, ну вот начинается разделение, кому в Челябинск, кому в Владивосток, а там у них, когда влетают они в этот леток, там счетчик стоит, сразу отражается, во сколько они ставят рекорды, я видел двухэтажные голубятни на колесах, это Первая мировая война, немцы делали, и специально люди знают это, они берут голубя, но у них связь в одном направлении, допустим, они убили большие войска, телефона не было, сообщить нельзя, попали в окружение, они записочку ему на кольцо, и он полетел, и поэтому голубей, которые летят, указали отстреливать, потому что там есть, ну отстрелять удастся или не удастся, где он питается, как за ним истреба гоняются, ничего нельзя, теперь, у меня было такое, ястреб, я вернулся, а он сидит на лестнице, по которой я лажу туда, он никого не боится, но он не корж, он быстро хватает всех, я ничего не сделал, я вижу, он поднялся, голову вверх, он сразу хватает, лучшую голубку выбирает, как будто бы, я переживаю, что делать, стрелять, да и нечем, я тогда двух братьев попросил, вот у нас сегодня два священника, мы крест слепили, из этих, из обрезков-то, высокий крест такой, легкий, и святой водой покрапили, батюшки благословили, и вот здесь, вот рядом где, тополь большой, они выше, железнодорога тут, прямо рядом, и они его там в кроне повесили, сколько раз видел, ястреб пролетает на этой грани, эту границу не может перелететь, паломники, когда приходили, жаловались явно золотоводству, лев пожирает людей, да помолимся, помолились, они обратно идут, через неделю-две, такой запах отвратительно, посмотрим, подошли, лев лежит, сдох, его мухи доедают, вот я хотел к чему привести, как близок наш Господь, как он, даже если наша любовь, она безгрешная, и он даже на это обращает внимание, вы помните, как один был, Кукузель, Роман Сладкопевец, братья его не взлюбили, за что, я не знаю, но они решили его подставить, считать не умеет, и петь не умеет, а приехал патриарх, они ему, или архиерей там, ему в руки, назначили его, вот завтра он замыщит, считать не умеет, а он ночь проплакал, и святая госпожа Богородица, да помоги мне, он узнал это дело, утром выходит, и как запел, у него такие стихи, рыпачи, таким поэтом сделался, братья его к этому подтолкнули, и он вошел в историю, а они, которые это делали, ни одного даже имени мы не знаем, вот как, я вспомнил, я на Кукузеле, он юный был очень, пас, и пел, и пел так, что коровы переставали есть, я тоже пел, они тоже переставали есть, думали, когда я перестану петь, что-то траву-то проглотить, и вот идут монахи, и они услышали пение, и пошли, и сказали там, что его сразу же забрали, я не знаю, как это, Робертин Лоретти был такой, и он там в хору пел, я все к этому возвращаю, как близок наш Господь, вот эта голубиная эпопея, сестра, никогда не отчаивайся, не говори, что не слышит тебя Господь, Он тебя слышит, у тебя все направляется как надо, откуда-то помощники, кто-то тебе документы оформляет, вот как я, я сам-то ничего не умею, у меня помощники, четыре только программиста работают у меня, вот что значит, мы молимся, мы не думали издать новый завет столкновения Блаженного Папилакта, а эти речь зашло более пяти миллионов, только прошло, нам нужны деньги сейчас издать, четырехтомник стихотворения, называется «Проповеди в стихах», каждый том 880 страниц, и в каждом томе 96 страниц, цветных фотографий будет, стена большая, мы не можем еще сейчас сделать, помолиться, чтобы ни одна типография, это не берется, ну, чтобы не больше миллиона стоило это, даже миллион это уже, и перешагнули, они, нам нужна эта помощь, ну, попутно, чтобы их побольше там дать, где-то, мы думаем сразу захватить кристиного православия, хотя бы тысячи лет, а это 250 экземпляров всего, мы четырехтомник, видите, мы в средствах бедные, и Господь услышит перышки наши, услышит, непременно, Богу слава, спаси Христос, Богу слава, веки, и Ави. Мы созерцем.